И самое интересное сейчас для многих, что будет с погодой в ближайшие дни, свежий прогноз узнаем прямо сейчас. На связи Гидромедцентр и дежурный синоптик Людмила Паршина. Людмила, но снегопад обрушился на многие города Центральной России. Кому же досталось больше всего? Да, Орел, Тула и Воронеж перевыполнили норму по осадкам. Много снега в Нижнем Новгороде и Казани. Высота снежного покрова в Курской области местами превышает 50 сантиметров. В соседнем Белгороде высота снега 80 сантиметров. В Москве с начала года выпала уже месячная норма осадков. Сегодня утром высота снежного покрова на станции ВДНХ составила 27 сантиметров. На юго-востоке Московской области за ночь превышен суточный максимум. Там выпало 10 сантиметров снега. Этой ночью сильный снег ожидается в Московской, Липецкой, Орловской областях. От циклона достанется и по Волжью. Завтра в Башкортостане ветер 20-25 метров в секунду. Ночью 21 января сильный снег, метель на дорогах снежной заносы. В Пермском крае тоже сильный снегопад. В Самаре накануне побит суточный рекорд по осадкам. Там выпало 18 миллиметров. В Оренбургской области ночью ожидается сильная метель и ветер почти до 30 метров в секунду. На юге России экстренные службы приведены в полную готовность. К чему готовятся жителям региона? В горах Краснодарского края, в том числе в Сочи, ожидается резкое ухудшение погоды. Дождь, переходящий в мокрый снег, резкий ветер 15-20 метров в секунду. Возможно, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица, а также сход лавин на горнолыжных курортах. Ну а в Москве и Петербурге чего ждать? В Петербурге завтра небольшой снег. Минус 8, минус 10 градусов. Четверг минус 15. В Москве тоже постепенное понижение температуры. В среду днем минус 8-10, четверг около минус 10. Спасибо, Людмила. Свежий прогноз погоды представила Людмила Паршина.